В химико-технологическом, металлургическом и технологическом колледжах появится новое оборудование. Учебные мастерские теперь будут полностью моделировать производственные площадки крупных предприятий Череповца. Всё это стало возможным благодаря победе Вологодской области в конкурсе от Министерства просвещения. Наша область при поддержке губернатора области Олега Александровича стала победителем в трёх направлениях. Это металлургия, машиностроение, химическая промышленность. И достаточно немногие регионы могут похвастаться этим проектом и таким результатом. И сам проект, он предполагает реорганизацию сегодняшней системы среднего профессионального образования. Это создание отраслевых кластеров. В среду начальник департамента образования области, а также директора трёх череповецких колледжей подписали соглашение о партнёрстве с компаниями «Северсталь» и «Апатит». Бизнес прогнозирует большой успех от такого сотрудничества. Я считаю, что внедрение новых подходов в среднем профессиональном образовании позволяет нам качественно улучшить подготовку наших будущих сотрудников, что, соответственно, должно сказаться на результатах работы компании и сказаться на благосостоянии города и региона. Уже с 1 сентября стартует набор абитуриентов по новой программе «Профессионалитет». Участниками проекта в Металлургическом колледже станут 225 студентов, в Технологическом – 200, а в Химико-технологическом – 75. Ключевой идеей данного проекта является профессионалитет, ты в хорошей компании. Мы будем очень надеяться, что обучение студентам на площадке нашего колледжа, в нашем создаваемом центре в области машиностроения, позволит добиться серьёзных результатов, и наши студенты попадут в хорошую компанию студентов-единомышленников, в компанию профессиональных педагогов и, соответственно, в компанию профессионалов, которые обеспечат их профессиональную подготовку. На реализацию проекта каждый колледж получит по 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Ещё чуть более 40 миллионов выделит область Северсталия Апатит. В Металлургическом колледже уже решили, на что потратят средства. Мы со своей командой приняли решение все эти деньги, все 100 миллионов, потратить именно на новое оборудование. Новое оборудование, оно включает в себя те пункты, которые мы согласовали с Северсталием. То есть аналогия на предприятии оборудования и аналогия у нас в колледже. Для того, чтобы студенты обучили, ну не просто образно, скажем так, а именно под те реалии, которые он встретит на производстве. То есть придя на производство, студент уже сразу был готовым, подготовлен специалистом. Первых специалистов по программе «Профессионалитет» колледжи выпустят уже в 2024 году. Алена Колчина, Анатолий Холин. Новости.